Илья, вот как ты думаешь, что лучше праздновать, 8 марта или День десантника? Ну, как минимум, на День десантника мне не надо готовить кучу подарков. А наши следующие гости отмечают оба этих дня. Встречайте наши гости из клуба «Десантник» Ксения Белавина, Софья Заякина и Анастасия Мостовщикова. Доброе утро, девчонки. Доброе утро. Здравствуйте. Ну что, девчонки, расскажите, почему вы, девушки, решили пойти в клуб «Десантник»? Не знаю, мне просто нравится ходить. Просто нравится ходить? Заниматься. Заниматься. Во сколько лет вы вот начали? Расскажите. Я уже занимаюсь 2 года. Я недавно пришла, месяца 4 хожу. Вот смотри, ты пришла 4 месяца назад. Вот что тебя сподвигло на это? Может быть, ты увидела какие-то выступления или тебе захотелось прыгнуть с парашюта? Я до этого занималась в спортивной организации тоже, но я бросила. А в «Десантнике» мне больше понравилось, потому что там круто. Круто? Мне понравилось, я решила туда пойти. То есть оправдали твои ожидания, да? Вот чем вы там занимаетесь? Расскажите. Ну, там, ну, всякие... Как вы объясните? Например, мне нравится то, что мы ездим с автомата. Ну, с автомата стреляем, прыгаем с парашютом. Ну, там всякие спортивные мероприятия проходят. Вот. Девчонки, неужели интереснее разбирать АКМ, чем, допустим, ходить на свидание? Или это вы успешно совмещаете, а что такого? Это можно совмещать. Да. Мы же все-таки девочки. Мы так же красим, там, ресницы. Я не крашусь. Наверняка кто-нибудь из вас смотрел «Солдата Джейн» такой фильм про девушку военную? Не знаю. Нет, я не смотрела. А есть вообще кумиры, вот, кому вы стремитесь подражать? Может быть, это военные или акроартисты, не знаю. Возможно, не знаю. А вот как ваши родители отнеслись? Если вот вы приходите, говорите, мам, пап, я хочу в клуб десантник. Ну, у меня папа как бы здесь работает, но он давно знает Андрея Владимировича, и я каждый день в ВДВ с ним ходила, с ним, ну, с ним праздновала. Вот, и как-то подошла к Андрею Владимировичу, сказала, что я тоже хочу ходить. Он мне сказал, что с сентября я начну. Мне нравилось, я смотрела их выступления, как они, ну, занимались. Там, мне очень понравилось, я решила тоже ходить. Мы видим, у вас очень много медалей, знаков отличий. Вы уже прыгали с парашютом, это так? Ну, да, только с вышки, 45 метров. Понравилось? Да. У кого сколько прыжков? У меня один прыжок. У меня три. У меня тоже три. Какой прыжок был самый страшный? Второй. Почему? Ну, потому что, ну, первый раз ты еще не осознаешь, когда, ну, прыгаешь, ты еще не осознаешь, что ты делаешь, а второй раз уже страшно, ты знаешь, куда прыгаешь. Скажите, вот вы занимаетесь в клубе, там же занимаются и мальчики, да, наверное, их больше? Да? Девочек меньше все-таки? Или нет? Или примерно один? Если девочек, примерно 100 мальчиков всего, ну, ходит в клуб, а точнее записаны в клубе, а ходят, там, может, человек 50. Да, ну вот я слышала, что девочки, они посмелее прыгают из парашюта, ну, вот вообще, правда это или нет? Ну, некоторые мальчики, они как бы, ну, смотрят то, что девочки тоже прыгают и думают, мы сильнее девочек, мы тоже можем прыгнуть. У нас как-то там мальчик один, он, ну, больше всех так, я прыгну, я прыгну, и в итоге он заплакал и сам спустился. Передо мной. Редко такие случаи случаются, когда сходят вниз, ну, пешком они спрыгивают. А девочкам какие-то поблажки есть в клубе? Да, да, например, когда кто-то, ну, косячит, мы же все отжимаемся вместе, вот, и девочкам разрешают отжиматься на ладошках. А как вы думаете, из Даши бы получился десантник, девчонки? Ну, вот начинается. Наверное. Какие качества должны быть в настоящем десантнике? У меня папа вертолетчик. Как это, аргумент? Я высоты не боюсь. Ну, какие качества на самом деле должны, вот, какими качествами должен обладать будущий десантник? Это должно нравиться, в первую очередь. А дальше уже, ну, сила, наверное, ну, не боязнь, это то, что человек не должен бояться. Мне кажется, сила — это не главное. Можно как-то выучиться, ну, если ты хочешь ходить. Ну, потом же она нужна будет. Ну, возможно, выносливость. Это вот, мне кажется, ну, такое вот тоже главное качество, то, что если ты не будешь выносливым, ты не сможешь просто заниматься, потому что у нас большие нагрузки. Ну, вы знали, куда шли. То есть, когда вы пришли, вы не разочаровались, не испугались? Нет. Нет. Вам? Мне нравится. Вот вы, когда пришли, что у вас было самое запоминающееся? Мне самое больше всего такое запомнилось, когда я первый раз поехала стрелять с автомата. А правда, что девчонки лучше стрелять, чем мальчишки? Ну, не знаю. Мне кажется, все одинаково. Свой навык должен быть. Ну, каждый по-своему стреляет. А кто-нибудь планирует из вас связать свою судьбу после школы именно своим училищем? Ну, да. И что это будет за училище? Какое? Не знаю. Возможно, я не помню даже, как называется. В Рязани военно-десантное училище. В Рязанском воздушно-десантном училище. Туда уже берут и девушек, да? Ну, да. Да. Только если после 11 класса, нужно 11 класс сначала закончить, а потом уже туда можно будет поступать. Скажите, а вот вас с детства тянет на такие серьезные вещи? Или вы играли в куколки, играли-играли, оставили их и пошли в десантники? Ну, нет, как бы. Ну, я и в куклы играла, и у меня сейчас много кукол дома, игрушек много мягких стоит. Ну, я не знаю, я еще и в машинке любила играть, конструктор собирала с младшим братом, двоюродным. Ну, как бы, я с папой просто часто ходила, он меня с собой брал, мне как-то мама сделала такое вот платьишко из папиной тельняшки. Вот. И моя сестра тоже, она со мной ходила пару раз, она старшая, ей сейчас 16. Вот. Ну, как-то мне, я как-то привыкла к этому, знала, что там будет. Мне папа рассказывал много, чем занимаются в десантнике. Девушки, а сильно ли изменилась жизнь вот после начала учебы в этом клубе? Ну, да. И в какую сторону? Вы стали лучше учиться, скажите честно. Ну, да. Ну, так, я не знаю, но... Мне кажется, да, потому что Андрей Владимирович говорит то, что самое главное – хорошо учиться. И наказывай за то, что плохо учишься. То есть вас воспитывают не только какие-то физические данные, но и моральные, да, нравственные ценности. Ну, это, наверное, и самое главное, что может быть в нашей жизни. Я думаю, что, да, девчонки, удачи вам огромной, удачных прыжков, если они еще будут, если вы сами этого захотите. Ну, и в будущем, конечно, я думаю, что в любом случае это никак не портит девочка, наоборот, это делает из вас настоящих, хороших людей. Ну, а у нас в гостях были девчонки из клуба «Десантник» Ксения Белавина, Софья Заякина и Анастасия Мостовщикова.